Добрый вечер на телеканале ЖТСУ. Время новостей. В студии прямого эфира Антон Хатиновский. На страже природы конные формирования привлекли для борьбы с нарушителями в Коксульском районе. Мобильные и хорошо подготовленные они могут пройти там, где не пройдет спецтехника. Подробнее расскажет Дамир Анитов. Протяженность маршрута в среднем 20-25 километров в день. При встрече с отдыхающими проводится профилактическая беседа. Спасатели рассказывают о пожароопасной обстановке, а также просят соблюдать чистоту и порядок. Каждую неделю, еженедельно, каждые выходные и каждые праздничные дни данные мероприятия проводятся, рейдовые мероприятия. Цель наших мероприятий, проводимых рейдовых мероприятий, предупреждение жителей Коксульского района при отдыхе на природе соблюдали правила пожарной безопасности. Всадники не просто патрулируют лесистые и горестые участки, а также поселковые улицы. В обязательную экипировку входит специальный жилет, ранцевый огнетушитель. Перед выездом проводится обязательный инструктаж по действиям в случае обнаружения возгорания. Кроме того, в обязанности спасателей входит и пресечение незаконной деятельности рыбаков. С 15 апреля по 31 мая текущего года, 2020 года, во всей республике Казахстан ведется оперативно-профилактическое мероприятие. Во время микромета во всех реках и устьях, которые падают в озеро Балхаш, ведется оперативно-профилактическое мероприятие. На территории Коксульского района на данный момент выявлено 6 фактов незаконной рыбалки. По ним составлены административные протоколы, наложен штраф каждому по размеру 10-месячных расчетных показателей. Основная цель формирования – своевременное обнаружение природных пожаров, а значит и их оперативная ликвидация. Конные добровольцы отличаются мобильностью, возможностью оценивать обстановку в условиях труднодоступной местности. Они могут самостоятельно потушить небольшое возгорание, отсечь огонь от фермерских хозяйств или лесных массивов. И при необходимости, используя спецсредства связи, быстро вызвать бригаду пожаротушения. Дамир Анитов, Алмат Хамитов, Абзал Нусипов, Телеканал ЖИЦУ. Освоить новую специальность или открыть свой бизнес в период пандемии стало как никогда важно и вполне возможно. В помощь населению государственная программа продуктивной занятости «Янбек». Заниматься птицеводством, животноводством, выращиванием овощных культур или иным бизнесом на выгодных условиях жители уже несколько лет могут в рамках программы «Янбек». Главное – иметь желание работать и развиваться. В остальном поможет программа, говорят представители центра занятости Алакольского района. Результаты уже налицо. В прошлом году по этой программе мы охватили 1359 человек. 208 миллионов тенге кредитных средств под 6% получили более 50 человек. Ещё 75 миллионов тенге мы предоставили безвозмездный кредит. На сегодня такую помощь получили более 70 человек. В их числе Аяна Кабдрашева. На полученные средства от государства она открыла в городе Ушарал первый центр джампинг-фитнеса. У нас в Алакуле нету такого и захотелось открыть. Защитила свою бизнес-идею, получила грант от государства и закупила себе вот эти оборудования. Открылись в феврале, начали работать, потом вот как начался карантин, нам пришлось закрыться. Вот теперь, как разрешат, сразу начнём работать, потому что все ждут этого. Другая жительница города Ушарал Фаина Сиддикова прошла обучение по программе «Бастау-бизнес» и получила безвозмездный грант. Теперь она не ищет работу. Напротив, сама предоставляет рабочие места. Сейчас снимаем в аренду. Хорошо помогли, работаем. В дальнейшем планов много. Если ещё будет помощь от государства, хочу получить всё это, развитие. Большой салон хочу открыть. Не собственное дело, но стабильную работу удалось обрести жителю села Балапаново Сайрану-Атажанову. Пройдя обучение через центр занятости, он теперь специалист в строительстве дорог. Тем, кому сложно выбрать профессию и найти стабильную работу, госпрограмма даёт конкретные возможности. Вот мне предложили несколько профессий. Я выбрал ту, которая мне по душе. Если честно, не думал, что так быстро найдут мне работу. Я благодарен. В отрасли дорожного строительства области ощущается острый дефицит квалифицированных кадров. В связи с этим Акимом области было дано поручение подготовить нужных специалистов в рамках государственной программы. Только по Алакольскому району было обучено и трудоустроено в компанию «Ситик» более 50 человек. Ещё 25 в Аксусском и Сарканском районах. Адаптируясь под реалии времени, программа «Янгбек» предлагает широкий спектр помощи, что существенно влияет на снижение уровня безработицы. Помощь должна быть скорой. В подмогу санавиации теперь будет служить ещё один современный технически оснащённый реанимобиль. В преддверии профессионального праздника в рамках акции, инициированной «Елбасы без Бергемес», она была передана одной из крупнейших компаний области. В период пандемии на плечи врачей и медицинского персонала легла нелёгкая задача. В это время их помощь населению должна быть как никогда профессиональной и мобильной. Одна из лидирующих компаний области в проектировании строительства, модернизации и в ремонте электрических сетей и подстанции АСП МК-519 решила сделать медикам подарок. В рамках акции «Без Бергемес» инициированной «Елбасы» в службе санавиации передан в дар современный реанимобиль. Как бы благодарны сегодня врачам, что они вот на передовой линии, они помогают и защищают нашу жизнь, наше здоровье. И мы своим работникам всем всегда говорим, давайте поможем врачам, будем соблюдать все правила, и тогда мы все вместе победим эту заразу. Реанимобиль оснащен всем необходимым. Аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, все виды пульсометров, койка для перевозки и так далее. Словом, комфорт и удобство. Это нам улучшит нашу работу, улучшит нашу мобильность, доезд, естественно. И вы знаете, что на этом автотранспорте едут наши специалисты. Мы тоже заботимся о их здоровье, о их самочувствии в дороге. И когда новый автомобиль, естественно, комфортнее и удобнее будет ехать. Я думаю, что мы большую пользу принесем, благодаря помощи спонсоров, принесем еще больше помощи населению Алматинской области. Мы таким трепетом принимаем и передаем ее для выполнения работ в санитарной авиации. Санитарная авиация в области состоит из двух подразделений. Одно находится в городе Талкурган, одно находится в городе Алматы. Всего в Алматинской области имеется 120 бригад скорой помощи. Это свыше 1700 медработников. Ежедневно они выезжают по вызовам до 2000 раз. Дамир Анитов, Абзал Нусипов, Телеканал ЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. До встречи в следующем выпуске новостей на телеканале ЖТСУ в 21 час 30 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова